привет и привет и всем так можно не спрашивать кто откладывается и так пишет эх эх так элло что то он не запускает ну что ж начинаем итак мы в эфире а вы тоже наверное не в эфире как у тебя дела отлично я сегодня проснулся и это уже хорошая новость я тоже вроде проснулась не совсем суббота вчера был такой тяжелый у меня вечер но тем не менее тяжелый веселый вечер веселый вечер но тяжело обвеселиться иногда ну да бывает я помню как ты платье искала вот так что давайте поедем всем привет приветствуем вас на молодежный вебинар вебинар нашего молодежного сообщества твой старт меня зовут Ольга Биндер я представитель молодежной инициативы со стороны компании Арифлейм и меня зовут Маргарита Порежаева и я основатель молодежного бизнес сообщества уже в этом году будет 17 лет я так рада что сейчас мы делаем наши новые проекты обалденные качественные суперские просы совместно с компанией Арифлейм ребята это наша с вами победа и мы вас с этим поздравляем абсолютно давайте посмотрим что мы сегодня будем смотреть о чем мы будем говорить ну сегодня мы выбрали самых быстро растущих молодых ребят которые просто борются друг с другом за первенство и тем не менее это бизнес с которым выгодно дружить и делиться своими фишками наработками потому что от этого все мы становимся сильнее и сегодня мы решили с вами поделиться секретами успеха от самых растущих ребят сегодня вы получите ответ на три самых глобальных и важных вопроса как запланировать свой успех как все успеть второй вопрос где брать людей откуда рекрутинг набирать и третий вопрос что же делать с этим большим количеством людей как добиться успеха и сегодня лучшие из лучших сегодня поделятся с вами своими фишками наработками и успехом так что зарядись и прокачай этот год так чтобы через год твою историю успеха мы оставляли как самую лучшую круто вообще ты уже зарядилась я уже супер зарядилась закрываем компьютер пошли работать пошли рекрутировать я тоже теперь буду рекрутировать что это такое ты знаешь это ссылка на наш канал в телеграм это будет канал где мы с компанией будем делиться самыми интересными самыми необычными вы будете через эти новости знать самую молодежную перспективную информацию быстрее всех для предпринимателей не просто как бы такая тусня а именно для предпринимателей как вести бизнес как настраивать свой ум чтобы эффективно и успешно вести свой бизнес свое дело вот так что если вы уже не там присоединяйтесь your start в телеграме других таких сообществ нету так что и кого еще нет в телеграме обязательно загружайтесь добавляйтесь потому что весь бизнес сейчас переходит на телеграм это супер сообщество так что будь с нами будь в курсе будь впереди планеты всей итак какие у нас новости да значит вы наверное уже поняли что у нас есть отдельная молодежная инициатива и одна такая великолепная новость которую может быть некоторые из вас уже знают да то что мы запускаем молодежный сайт для молодежного сообщества ура ура ууу он называется или это сообщество у нас называется your start по-русски твой старт да так значит если вы выкладываете какие-то бизнесовые вещи в инстаграме фейсбуке вконтакте ставьте обязательно хештеги да твой старт и your start на русском и на английском чтобы весь мир был в курсе того что у нас здесь происходит и чтобы через эти хештеги смотрели на ваши прекрасные, качественные фотографии и захотели присоединиться к вам и жить такой же жизнью, как и вы. Итак, прекрасная новость. Нас сайт запускается уже в апреле, очень-очень скоро. Вот как он будет выглядеть, да, из чего он состоит. Это молодежный сайт, это окно в наше сообщество, в наш бизнес, да, чтобы другие люди, которые еще не в Арифлейм, которые еще с нами не знакомы, как у нас круто, интересно, да, чтобы они могли на нас посмотреть с качественной стороны, увидеть все наши крутые фото и видео с различных мероприятий, которые мы проводим вместе, да, или отдельно. И весь сайт построен на ваши эмоции, на ваших фотографиях и видео. И скоро расскажу, как можно поделиться своими личными фотографиями, видео на этот сайт, чтобы он стал еще более живой и интересный для других, ну, для посторонних людей, можно сказать, тех, кто еще не с нами. Что еще? Значит, сайт в дальнейшем тоже будет работать как рекрутирование, ну, инструмент для рекрутирования. Через него можно будет приглашать людей. Способы реферальной ссылки, да, значит, об этом мы расскажем попозже, ну, просто чтобы вы тоже имели в виду, что это очень важный инструмент для рекрутирования. Ну, и личного бренда, если вы там будете загружать свои фото и видео. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. Значит, на слайде вы сейчас видите, это как бы две части, да, но это как бы один длинный сайт, да, просто мы разделили на две части, чтобы было видно удобно вам. Вот, на первой части мы увидим такое модовое видео, которое будет показывать кадры из наших настоящих мероприятий. Это как бы это не модели, это не актеры, это вы, молодые ребята, молодцы, которые будут видны на этом сайте. Под хэштегом, который мы только что сказали, да, your start, твой start, мы подтягиваем фотографии из Инстаграма, из Контакта, из Фейсбука, которые вы видите тоже сейчас на слайде, подтягиваются на этот сайт. Так что все, что вы выкладываете, может оказаться на сайте. Далее у нас карта мира, вы видите, на этой карте различные точечки. Эти точечки означают место, где у нас проходила какая-то конференция, да, или какая-то поездка вместе. Значит, это путешествие. Нажав на эту точечку, можно увидеть видео и фото из этой конференции. Видео и фото, конечно, подобраны для молодежного как бы посыла, можно сказать. Следующий раздел – история успеха. На данный момент у нас там 10 топ-лидеров молодых, которые поделились своей историей успеха. Это видео красивое, да, которое лидер рассказывает о своем успехе и своем бизнесе. Также это небольшой текст про себя и качественные красивые фото. Последний раздел. И видео. Сказала, по-моему, я уже, да? Ну, видео тоже важно. Видео сейчас, кстати, самый популярный способ коммуникации на вообще маркетинге. Да, все просят, да, я посмотрю на тебя вживую. Да, 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 конечно, вот они на нас смотрят. Последний раздел – это бизнес-эдит. Здесь будут различные статьи и видео, которые вы также сами можете загружать на этот сайт, чтобы поделиться с другими. Это могут быть вещи, которые интересны и нам, кто уже в бизнесе и хотят научиться что-то другое. И для людей, которые еще не в Арифлейм, которые пришли на этот сайт, например, из Гугла и заинтересовались нашим делом, да, и могут посмотреть, как, например, замотивировать себя быть успешным предпринимателем, например. Вот, это в коротком сайт, да, ссылочку мы вам кинем, когда он откроется, когда он начнется, этот сайт. Но тоже важная новость, по-моему, есть, да? Да. Смотрите, ребят, очень здорово, что сейчас компания своими возможностями помогает нам раскручивать наш личный бренд. И этим надо пользоваться на 100%. Поэтому я вам хотела бы сказать таких несколько важных вещей. Первое. Делитесь своими историями успеха. На этом сайте вы сможете делиться и выкладывать свою информацию с уровня старший менеджер. Это повод быстрее расти. Делитесь качественным контентом. Записывайте качественные видео, фото, посты, потому что через это люди будут приходить, и вы будете или интересны, или как все. Понимаете? Поэтому компания вкладывает все свои ресурсы для того, чтобы помочь нам прокачать нашу с вами историю и бизнес. И этим нужно пользоваться на 100%. Более того, ребят, я вам скажу, такого вложения в молодежь нет ни в одной сетевой компании мира. Друзья мои, это наша с вами огромная победа. И давайте этим воспользуемся по-нашему, по-молодежному, прям ярко, креативно, классно, быстро, качественно. Все с уровня старшего менеджера могут туда выкладывать, вы можете докладывать видео туда, фотографии, вы можете менять тексты. Это очень здорово, это тоже привлекает внимание. Еще важный момент, пожалуйста. Много-много-много раз хочу сказать, что это должно быть качественно. Хорошо? И знаете, как с этим здорово работать? На вас какими-то способами вышли, посмотрели ваши фотографии, видео, почитали ваши тексты и нажали на ссылочку в соцсетях, где вы находитесь. Написали вам лично и сказали, слушай, ты мне очень понравился, я хочу с тобой работать. Что мне для этого нужно сделать? Это очень крутой рекрутинговый момент для того, чтобы развивать тоже свой бизнес. И свой личный бренд. И свой личный бренд. Давайте посмотрим, как это выглядит. Значит, у нас уже есть первая версия сайта, она просто еще не запущена. На экране мы видим раздел истории успеха, да, или вдохновляй, вдохновляйся другими. Вот здесь мы видим различные фото. Вот я, например, как посторонний человек, зашел на сайт, зашла на сайт, и смотрю, что там такое. Вижу крутые, красивые картинки, красивое видео, да, вижу, что здесь люди путешествуют по всему миру, как круто, да. И вижу, что эти люди, что это, вот как это можно сделать. И вижу вот этот раздел, да, здесь различные люди. Вы, наверное, сами себе узнаете, кто узнает себя, и, наверное, вы, кто себя еще не нашел, узнаете людей, которые видны на этом. О, я себя вижу. О, тебя видишь, а я себя не вижу. Ну вот, поэтому я, так как меня там нету, да, ищу здесь, на кого, как бы, кто меня больше всего вдохновляет. Наверное, ну, не Сергей Гоглоев, как бы я себя ощущаю, девушка все-таки, как бы, да. Наверное, я возьму вот эту вот Анну Якимову, она как-то вот меня, ну, импонирует. Как-то импонирует, мне нравится. Но ты как будто с ней похожа, да? Она так вот так делает, видишь? Вот, значит, нажимаю на нее, да, вижу, что ее зовут Анна Якимова. Нажав на эту кнопочку, я попадаю на ее личную страничку истории успеха. Здесь ее видео, надеюсь, что все видели Анина крутое видео. Это же выглядит как этот, как вот, забыла слово. Ну вот, как соцсеть. Ну это и есть. Слушай, это как наша соцсеть вообще. Это как раз так и есть. Это русская, молодежная, вообще круто. Да, и все могут выкладывать это. Вот, нажала на Анну Якимову, смотрю ее крутое видео про бизнес. Надеюсь, все его видели, это очень крутое видео. Спасибо, Аня, что ты такое видео создала. Вот, смотрю видео, значит, мне понравилось, да. Иду дальше, нажимаю узнать больше. Вижу ее личную страничку истории успеха. Значит, видео, фото, небольшой текст и, может быть, еще какое-то видео, которое она хочет с нами поделиться. Значит, все теперь вы с уровня старшего менеджера и выше, кто является молодежь, а это вы решаете сами, если вы молодежь или нет, можете загрузить свою личную историю успеха. В конце вебинара я вам кину ссылочку в чат с правилами, как правильно делать видео свое такое, как строить такой сценарий, да, и как писать свой текст, чтобы загрузить его на наш сайт. Когда сайт уже будет открыт, это можно будет сделать прямо на сайте. Там будет кнопочка «Поделись своей историей успеха», и там вы это все можете заполнить. Но, крутая новость, это можно делать уже сейчас. Так что... До открытия сайта вы можете уже сейчас туда закачивать свою информацию. Да, так что уже начинаете читать, я вам пришлю ссылочку, вы прочитаете, как нужно делать, и готовые материалы можете присылать своему АСМУ, да, который уже пришлет это мне, чтобы мы могли это выложить на сайт. И главное, тоже важный момент, здесь будет тоже своя верификация, для того, чтобы это действительно было качественно, стильно, красиво, дорого. Богото. Богото. Вот, так что очевидный повод создавать качественный контент. Это очень важная тема сейчас, да, чтобы все было красиво и качественно. Вот, так что надеюсь, вам понравилась наша новость. И, наверное, приступаем к тому, что вы все ждали, да, наверное. К чему мы приступаем? Итак, сейчас те самые важных, насущных три вопроса. Запланировать свой успех, откуда брать людей, с кем вместе расти, и что же с ними делать дальше. И первая тема у нас с вами будет планирование. Я хочу вам представить потрясающую молодую пару. Они многодетные, у них три сына. И вот о том, как они справляются, вырастив три сына, маленький сейчас вот только родился в этом году, и они вырастили еще 10 групп. Друзья мои, ну кто еще может о планировании говорить, вот как ни с такими результатами? Встречайте и приветствуйте, хотя ты сейчас расскажешь поподробнее про планирование, зачем это нужно. Ну да, зачем вообще нужно планировать. А в конце скажем, кто это. Давай. Хотя многие уже поняли. Ну я думаю, тоже они поняли, как бы там видно, да? Ну планирование, я в принципе не знаю, что такое планирование, как бы я же не лидер. Вот, но я понимаю, что чтобы строить свой бизнес успешно, да, как вот наши ребята, которые сейчас вам расскажут, как это делать, нужно обязательно иметь четкий план, четкое планирование, да, и план действительно. Как успеть и все. Особо с тремя детьми и десяти группами. И вообще, как это можно сделать. Думаю, всем будет интересно послушать, как наши ребята умудряются добиться такого успеха. Итак, встречайте Ольга и Виктор Кукушевы. Ура! Привет! Вот это чудеса. Привет, привет. Слышите нас? Знаете, зашли на вебинар прям в тот момент, когда нас объявляли. Мы сейчас находимся на обучении, работаем над собой, вот. И вот вырвались буквально на время, чтобы выступить. Друзья, наша тема сегодня – это планирование бизнеса. И мы немножечко расскажем о том, как осуществляем планирование с разными уровнями наших ключевых партнеров. Но в первую очередь, конечно же, надо определить, что человек действительно готов с нами двигаться в том направлении, в котором мы с ним выбрали двигаться. Что это действительно наши партнеры, для этого есть определенная сортировка. Ну, давай еще немножко про формат. Мы расскажем, а потом ответим на вопросы. Хорошо? И хорошо ли нас слышно? Да. Что-то прям один плюсик. Там, наверное, онлайн-трансляция, я так думаю, что поэтому будет через YouTube. Поэтому нас, может быть, не все пишут. Скорее всего. Ребят. Это определить цель с ним. Второе – это чтобы он закончил школу новичка. И школа является своего рода фильтром для нас. То есть, если человек пришел, он говорит, да, я хочу, да, я готов двигаться, но он даже не получил первичные навыки и знания, вряд ли нам дальше получится сотрудничать. То есть, если он начинает задавать вопросы, говорить, а вот тут как? Мы говорим, а ты школу проходил? Ой, я там сейчас прохожу третий урок. Вот когда ты все закончишь, всю школу, тогда мы с тобой будем уже разговаривать на тему дальнейших действий. В общем, первое задание, которое получает новичок, это пройти школу новичка. Она у нас находится на нашем сайте, в закрытом доступе. Она состоит из нескольких уроков. По прохождении каждого урока новичок отчитывается, что он его прошел, какие у него осознания. И только после этого он получает пароль от следующего урока. То есть, он должен понимать, что есть дедлайн по времени и невозможность получить следующий урок, пока ты не закончишь предыдущий. То есть, все по этапу. Многие новички, ну, знаете, они входят в этот момент в такой азарт, им очень интересно. Что же дальше? Да, они проходят урок, у них глаза горят, они вот такие радостные, когда получают пароль от следующего урока. То есть, они переходят, знаете, вот как в игре, они переходят на следующий уровень. То есть, мы сделали это как своего рода квест, и людям действительно это интересно. Следующий этап, который проходит новичок после прохождения школы, это координационная встреча. На координационной встрече новичку задача показать новичку, знаете, вот картинку, чтобы он увидел свой результат. Понимаете, вот, чтобы у него в голове отобразилась вот та картинка, к которой он должен прийти. И именно поэтому там происходит расчет уровня бриллиантов у директора. Ну, мы в среднем подводим к тому, что для нормального уровня жизни это машина премиум-класса, возможность путешествия. Такие, как бы, своего рода, может быть, чуть-чуть стандарты, но те стандарты, которые выше среднего уровня жизни. То есть, мы немножечко в процессе обучения об этом говорим, позиционируем фокус на бриллианты, не ниже, потому что меньше нет смысла. И делаем с ним два расчета. То есть, два расчета темпа и динамики развития его. Не рассказывай? Да, рассказывай. Смотрите, мы рассчитываем с ним бриллиант за год, и тогда у нас получается необходимо осуществить 18 регистраций за каталог со средним балловым заказом 150 баллов. И, вы знаете, когда мы готовили этот материал, мы спрашиваем, мы были, я была в обществе ключевых партнеров, и задаем вопрос. Ребят, а как мы планируем с вами? Они говорят, да как мы планируем? То есть, работать надо, чтобы регистрация минимум одна в день была. И вот это вот, вот на координации мы показываем, что смотри, здесь может быть разная продуктивность твоих регистраций. Что ты можешь делать одну регистрацию в день, со средним заказом на 150 баллов, тогда за год ты делаешь бриллианты. Ты можешь растить по две группы в год, со средним балловым заказом приглашает ту же регистрацию, но средний балловый заказ 50 баллов. Ты тоже выходишь на бриллианты, но уже за три года. То есть, как ни крути, мы выводим человека на одну регистрацию в день. То есть, обучаем его делать так, чтобы была одна регистрация в день. Но, эта одна регистрация может быть в разной фокусировке. То есть, на что человек акцентирует свое внимание, когда работает с новичком, с партнером, когда рекрутирует, когда приглашает свою команду, о чем он говорит, на что он нацеливает. Или надо делать 150 баллов. Или просто сделать одну регистрацию, или одну регистрацию уже с каким-то заказом 50 баллов или 150 баллов. То есть, здесь, конечно, вот эти тоже значимые вещи, что мы доносим людям в процессе коммуникации. Есть структуры, у которых высокие балловые заказы, есть те, у которых пониже. То есть, это понятно, что коммуникация должна быть четкая. Для чего он должен делать 150, что это норма. И говорим о том, что какую продуктивность ты выбираешь. И составляем с ним план ежедневной активности. Что ему надо сделать каждый день, чтобы у него была и там на регистрации. Какое количество действий, в какой соцсети, сколько он напишет в список знакомых. Но желательно, чтобы это он составил. Не вы ему сверху навязали, а он выбрал для себя это делать. Вот, поэтому... Двигаемся дальше. Следующий, с кем мы работаем, это уже менеджеры. Да, у нас менеджеры растят как минимум две группы. И поэтому у них должно быть план. Есть такое понятие план от квалификации. Очень хороший инструмент, план от квалификации на банкеты и на конференции. То есть вы же знаете, когда дедлайн, например, чтобы открыть звание директора, попасть на ближайший банкет следующего года, нам необходимо в 16 каталоге открыть 22%. То есть мы с человеком прописываем план его выхода, план вывода вот этих веточек на 22%. То есть человек знает, в какой каталог ему надо открыться и по какой каталогу надо закрыться. И тогда, соответственно, этот план от квалификации ему помогает эту квалификацию выполнить. Опять же картинка, чем мы сейчас обучаемся. Мы сейчас как раз тренинг по коучингу проходим. И как раз картинка. Посмотри, как будет здорово, когда мы с тобой вместе поедем на банкеты, оденешь шикарное платье. И рисуем картинку в голове, создавая вот эту мотивацию для будущих действий. Для чего он должен понимать, для чего он это делает каждый день. Для чего и как обязательно. То есть менеджер, он должен видеть в голове, в первую очередь у него должна быть вся вот эта вот дорога до уровня бриллиантовый директор, директор в голове. И когда он садится планировать уровень 22% со своим ключевым партнером, он тоже должен видеть уже, как этот человек, как его партнер будет идти к этому званию. Конечно же, обязательно у менеджера должен быть личный рекрутинг, потому что он флагман для команды и показывает динамику. Пример для команды. Какие же навыки нам нужны для того, чтобы это получилось? Уже новые навыки. Это проведение планерок. Выступление на планерках обязательно. Мы стоящие спонсоры, да? Отчет по своей веточке. То есть он срез берет неделю. У нас каждую неделю такие планерки проходят. И он рассказывает про свою команду. И проведение вводных курсов. Вводный курс. Это общий курс такой, который рассказывает новичку о том, что нужно делать, что делаем мы, к чему мы стремимся. То есть это уже о нас, о команде, о проекте в целом и о компании. И третий этап планирования, который уже осуществляется с лидерами, уже минимум директор и выше, да? С такими лидерами мы встречаемся один раз в каталог. С командой топ, ну, мы называем это бриллиантовый чат. Бриллиантовая команда, да, бриллиантовая команда, в которую входят все с уровня директор и выше. Старшие менеджеры выше, 22, да. 22, да. То есть что нам важно, чтобы у них было стратегическое видение, чтобы они знали, когда у них запускаются новые группы, в какие месяцы запускались новые группы, почему, да, привязаны там либо к Японии, либо к новым конференциям, да? То есть четко должны понимать, для чего. Да, самое простое как раз это просчет конференции. То есть каждый лидер точно должен знать, что ему нужно сделать для того, чтобы квалифицироваться. На золотую, на бриллиантовую конференцию, на менеджерскую конференцию, что ему нужно сделать, то есть скольким людям нужно помочь квалифицироваться. То есть на каждую конференцию должна лежать картинка в голове, чтобы он точно знал количество действий. И это должно быть прописано на листке бумаги. Ну, а помогает средств делать отчет Комту. То есть там прописано, когда конференции, когда сколько групп надо выполнить. То есть такие отчеты сейчас компания присылает. Если не присылают нашим директорам, мы просим, что, ну, говорим, что возьмите отчет у АСМА, попросите, и вы увидите, ну, вашу текущую картинку, вашу ситуацию, что надо сейчас, где подредактировать свои действия и где подправить свои действия. Значит, допустим, да, мы июнь, четвертую группу запускаем, август, ну, мы, по крайней мере, так писали себе, строили себе дедлайны. И вы знаете, даже иногда бывает, когда группа раньше запускается. Иногда бывает, ты ее запланировал в сентябре, а у тебя в августе нашелся человек, который попросился в первую линию. Такое тоже бывает, как говорится, чтобы, ну, как салонку постели, да, хотя бы уже в голове себе прорисуй. Чтобы такое было, нужно обязательно прописать, вот в каком месяце или в каком каталоге у вас открывается новая группа. То есть зарождается новая группа, когда вы в новую группу регистрируете первого человека. Да, то есть, может быть, там еще и пока не лидер, то есть это будет промежуточный, но хотя бы вы ее начнете, эту организацию выстраивать. И обязательно следим за темпом рекрутинга. То есть если говорим о растущей группе, то и вообще в целом, да, то есть очень важно, чтобы не менее 20 рекрутов в каталог был, это норма. И также мы каждую неделю мониторим, вернее, раз в каталог, вернее, мониторим директорский состав, сколько у кого рекрутов, и выдаем слово тем, кто действительно самый продуктивный, у кого, кто лидер. Ну что, в общем-то, все рассказали. Если есть вопросы, мы есть в соцсетях, я думаю, что здесь вопросы мы не получим. Благодарим вас за внимание. Рады быть, если чем-то полезным. Да, будем очень рады, если мы были вам чем-то полезным сейчас. Планируйте, действуйте, закладывайте новые группы и вперед к новым свершениям и к новым результатам, к новым званиям. Слышь, как круто! Спасибо большое, ребята, за такие интересные лайфхаки. Мне очень понравилась тема с квестами. Я хотела тоже это сказать. Все, многие сидят, поиграя в самоцветы или поиграя в ферму или еще что-то, а здесь квест с деньгами, где ты выигрываешь однозначно. Это вообще очень классная идея. Спасибо большое. И еще мне понравилось, что ребята учат, и в это же время они учатся сами. То есть это ребята, которые действуют постоянно. Это вообще очень классно. Спасибо вам за ваш опыт, Ольга и Виктор. Очень были рады. Ну что ж, сейчас передаем слово следующему нашему спикеру. Наверное, следующему спикеру расскажем, что нужно делать. Кто у нас следующий спикер? Так, ну, как вы видите, Ольга и Роберт Шемардановы. Но вы знаете, я пару слов буквально хочу сказать про эту семейную пару. Ну, во-первых, может быть даже не пару слов. Во-первых, они сейчас на острове всей семьей. И как ни посмотришь их соцсети, они всегда путешествуют всей семьей отдыхать. Это так здорово. Мне кажется, это та самая главная цель в жизни, ради чего, в принципе, мы и работаем, и зарабатываем деньги. Но вы знаете, еще меня эта пара вдохновляет, потому что они невозможное делают возможным. Потому что, когда они победили и были приглашены в Стокгольм, в Нобелевский зал на встречу с королевой, они приехали. Молодцы, что приехали. Но за неделю до этого Ольга родила первого малыша. Вы представляете? Но это еще не все. Потому что, потом, когда они приехали на золотую конференцию, на лайнер, они так быстро растут, что прям вот в их конференции и поощрение все время догоняет, догоняет, догоняет. Она была на девятом месяце беременности. И когда она вернулась после лайнера, вся вдохновленная и счастливая, она провела кучу встреч и вебинаров и родила спокойненько себе второго любимого здорового малыша. Ребята, вот у таких людей мы сейчас будем учиться, как же приглашать, рекрутировать, как же набирать свою команду, где, откуда, что, ну как это вообще происходит? Как все успеть и еще вот при этом, что они как-то делают? Мне очень поражает эта пара. Я за ними слежу в Инстаграме. Надеюсь, вы тоже за ними следите в Инстаграме, да, Ольга и Роберт Шаймардановы. Шаймардановы. Очень сложно для шведки выговаривать вашу фамилию, извините. Но реально это такие красивые фотографии, такие интересные, вдохновляющие тексты, что просто вот не захотеть за ними следить, не захотеть с ними работать, это как бы невозможно. Да, это невозможно. Вот, так что очень... Еще, извини, пожалуйста, на фоне того, что следить, да? А вы знаете, кто у нас сегодня присутствует в качестве участника еще? Я вам сейчас скажу, раскрою секрет. Присутствует вы, дорогие наши, присутствует Владимир Полежаев и присутствует Магнус Брэнстрон, друзья мои. Привет, Магнус! Хорошее выступление вам Ольга и Роберт! Так вот, давайте пригласим наших друзей. Ольга, Роберт, передаем вам права на вебинаре. Друзья, привет! Как нас слышно, видно? Оля, Маргарита, спасибо вам огромное за такое представление, прямо действительно, да, хорошее выступление, но будем все как есть говорить, я думаю, что в этом плане будет всегда просто, когда говоришь то, что делаешь, да? Мы уже вот два дня, как вернулись с нашего, вернулись домой, да, не могу сказать, что с отпуска, потому что это был рабочий, рабочий наш, рабочее путешествие, мы решили, что мы не будем делать разграничения между бизнесом и путешествиями, можно делать все это вместе, путешествовать, и вести бизнес, и быть в это же время с детьми, благо, что с Арифэм это все возможно. Спасибо огромное возможностям нашей компании за то, что вот мы реально можем исполнять свои мечты. Наша тема рекрутирования, да, мы будем говорить о приглашении, и как раз, поскольку мы активно используем соцсети для этого, мы будем показывать наши лайфхаки такие, да, в соцсетях, то, что мы используем, то, что нам помогает. Да, давайте договоримся, что, как сказать правильно, информация, которая есть, это наш опыт, возможно, что-то с вами будет перекликаться, возможно, что-то нет, и классно будет, если мы вам будем полезны, поэтому в чате давайте активно обратную связь, мы сейчас с видео разбираемся, потому что там, где мы выступаем, мы все видим хорошо, а на YouTube идет с задержкой. Давай будем сюда смотреть. Да, Ну и так, начинаем, да, первый лайфхак. Твоя страница говорит о тебе больше, чем ты сам. Вы знаете, мы заметили, что это возможность, да, такая, развивая свой бренд, что значит бренд? У каждого человека есть бренд, да, вы все знаете, что все мы личности, и важно просто на своей странице показывать, что из себя представляете вы, что именно вам интересно, что именно вас цепляет, почему именно вы выбрали Арифлейм, почему именно вы выбрали сообщество, команду, да, с кем вы развиваетесь. И вот знаете, за одну единицу времени рассказать это человеку просто устно, да, все эти истории, которые у вас есть, весь тот опыт, где ты был, что ты видел, что смотрел, наверное, нет, невозможно, а через свою страницу ты можешь рассказать о себе в сжатые секунды времени гораздо больше, чем даже за полноценное общение. Поэтому мы используем активный этот лайфхак и позиционируем все, что мы пишем о себе на странице, мы это выкладываем в посты, так, чтобы человек, проглядев, буквально там, спустившись на 3-5 постов вниз, понимал, кто мы такие, и интересно мы ему или нет. Да, гениальная фраза Владимира Полежаева, бриллиантовый директор начинает думать, как бриллиантовый директор, выглядеть, как бриллиантовый директор, действовать, как бриллиантовый директор, задолго до того, каким станет, шикарно ложится на соцсети, потому что ваша страничка должна начать выглядеть как топ-лидера, независимо от того, когда вы стартовали. Это первый момент. И второй момент, она очень важна, чтобы она соответствовала идее, которую вы несете людям, потому что, когда мы работаем с новичками и отслеживаем их не страницы, первое, на что мы ставим упор, это правильно оформить свою страничку, потому что, когда человек общается, он может говорить одно, но его собеседник заходит на его на страницу и видеть может совершенно другое. Вот здесь... Не нужно придумывать, не нужно... Все должно быть честно, все должно быть так, как есть, и самое главное, чтобы это было то, куда вы действительно приглашаете. Второй наш лайфхак. Новое слово. Да, чтобы страница работала, надо с ней работать, да, то есть невозможно просто сделать страницу, разместить там несколько фотографий и все, и ждать, что вот кто-то там на нее придет и что-то посмотрит. Это должны быть, естественно, обновления, это должно быть количество подписчиков, друзей, которые смотрят, да, которые наблюдают, будут наблюдать за вами, поэтому первую рекомендацию, которую мы даем, это, конечно же, добавить на... добавлять на свою страницу тех, кого ты знаешь, да, у нас есть статистика такая, что в среднем к 20 годам у каждого человека есть уже 2000 знакомых, это начиная там с детского сада, школа, одноклассники, одногруппники, где-то был на свадьбе, где-то пересекался бывшие соседи, родственники, ну и так далее. У каждого, практически у каждого, мне кажется, человека сейчас есть аккаунт в соцсетях и по общим интересам можно найти и добавить в друзья на свою страницу. То есть не просто не делать механические действия, добавлять всех заподряд, а добавлять именно своих знакомых, они вам, поверьте, ответят взаимностью, потому что так или иначе они вас где-то видели и знали. Да, и когда мы только стартовали онлайн, первая наша была задача это вспомнить всех, с кем мы проводили встречи, с кем мы пересекались по жизни, кто нам помогал машину выбирать, кто нам помогал квартиру покупать, кто нам помогал проводить дни рождения у детей, роды принимал, и не знаю, и все остальное. И всех этих людей добавить к себе на страницу ВКонтакте. Ну и сейчас, когда мы знакомимся с новыми людьми, это в путешествиях, в аэропорту, на лыжне даже, мы как-то познакомились, такси с ребятами, мы, естественно, первый наш вопрос, а вы есть ВКонтакте? Давайте мы вас добавим, а вы есть ВИнстаграме? И, естественно, так мы нормальную, лояльную базу подписчиков формируем на своих страницах. Дальше. Чтобы у вас была заветная одна регистрация в день, важна активность на странице. И в соцсетях мы проверили на себе, что вот эта фраза, помните, да, я за любой кипиш, кроме голодовки, вот она работает шикарно. Для нас это что значит? Голодовка не в плане, что голодовка до информации. То есть до любой кипиш, лишь бы не было промежутков между информацией. То есть если подписчики у вас есть, то вы не должны их морить голодом, у вас должны быть ежедневные публикации, и вы должны напоминать о себе, вы должны показывать, что вы никуда не делись, вы никуда не пропали, вы по-прежнему в бизнесе, вы по-прежнему тот самый интересный человек, и тогда про вас не забудут, и еще больше будут заходить и смотреть на то, что вы публикуете. И вот здесь вот вы видите реальную статистику нашей страницы. Когда мы узнали, что можно такую статистику вообще смотреть, мы начали ее отслеживать и увидели для себя прямую закономерность. Чем больше постов и активности, или когда происходит какое-то событие, тем больше посещаемость уникальных посетителей. Хотя вот блогеры часто говорят, например, по Инстаграму, не делать слишком много постов, 1, 3, 5, ну как бы нормально, больше этого, как начинается спам, да. Возможно, на определенных количествах подписчиков, когда там больше 30 тысяч, больше 100 тысяч, 8 постов будет восприниматься как спам, или если это постоянно, каждый день. Но мы заметили, что вот такие пики активности, они дают очень крутой всплеск. Например, у нас там банкет директоров, и мы, я предупреждаю, я пишу, у нас событие, предупреждаю, будет фотоспам. И за один день, там может быть, ну больше 5 постов. И мы заметили, что больше посещаемость возрастает на странице именно не постоянных подписчиков, а уникальных, новых подписчиков, и возрастает количество входящих заявок на сайт наш, который у нас в шапке, в профиле обозначен, и в личку больше начинают задавать вопросов, чем вы занимаетесь, что такое у вас интересное. Четвертый лайфхак, лайфхак, это имейте несколько источников трафика. Это про то, что можно одним нажатием отправить пост сразу на несколько страниц. Ну, мы используем Инстаграм, Контакт, и на Фейсбук у нас тоже уходят посты, но честно, мы не успеваем заходить пока на страницу на Фейсбуке, скоро будем, конечно же, развивать ее тоже. Да. Как создать себе, что еще имелось в виду? Ну, вот это вот, например, возможность Инстаграма автоматически постануть сразу на три страницы, на три разных соцсети, она очень сильно экономит время, позволяет вам получаться в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках и на Фейсбуке на четырех соцсетях сразу одним нажатием кнопки быть активным. Вот, при этом, что такое, вот сейчас в данном случае, да, это, например, работайте в нескольких соцсетях, используйте геотеги, потому что вас могут найти по интересному посту, но вас при этом могут еще найти по геоточке. К нам конкретно, вот в команду, допустим, пришел один раз человек и, может быть, много приходит, просто мы не все эти случаи успеваем отследить, пришел, например, по хэштегу Корстон. По хэштегу, по геоточкам, то есть люди выбирают, например, хотят сходить в какое-то интересное место в вашем городе, да, они заходят на эту геоточку и смотрят, какие публикации были в этой геоточке, идти им с детьми в этот ресторан или не идти и наталкиваются на ваш пост и если вы их там зацепили, какую-то информацию, они прочитали следующий пост, следующий пост, возможно, они подписываются, подпишутся на вас, будут следить и рано или поздно вступят с вами в общение. Поэтому обязательно указывайте, используйте вот это, тоже геотеги, хэштеги и отмечайте пользователей, вставляйте активные ссылки, это все работает на то, чтобы вас как можно больше, из больших источников вас могли найти. Пятый лайфхак, который реально вам увеличит в несколько, в разы эффективность, это определитесь, кто ваш партнер или даже, может быть, определитесь, кто ваш будущий директор. Тоже, кстати, вот сегодня об этом говорили Виктор с Ольгой, потому что важно, с какой целью ты рекрутируешь. Ты рекрутируешь, чтобы человек просто начал делать заказы или ты рекрутируешь с целью найти своего директора. И важно выбрать свою целевую аудиторию, потому что, ну, это будут люди, которые мыслят, как вы, у которых ценности, как у вас, которые любят, может быть, путешествовать или, ну, в общем, представьте тех, кого вы видели, хотели бы видеть рядом с собой на золотых конференциях компании Reflame. Представьте вот этот образ своих друзей, и тогда вам станет гораздо проще с публикациями, гораздо проще вы поймете, о чем писать нужно, потому что вы поймете, с кем вы сейчас общаетесь, кто является вашей целевой аудиторией и какие общие ценности, какие общие интересы вас объединяют. Да, задайте себе вопрос, чем ваша страница отличается от остальных, почему именно ваши люди обратят внимание на вашу страницу, почему вам, вашим партнерам будущим будет ее интересно посещать, чем она может быть полезна, например, вот для нас ключевая наш, наш потенциальный партнер, это семейные пары, которые ценят свободу, хотят хорошо зарабатывать, не боятся, больше времени проводить с семьей, не боятся при этом работы, и имеют детей, и возможно, такие же, ну, в общем, это наши соседи, грубо говоря, наши ровесники, вот, и охарактеризуйте себя тремя словами, так вам будет легче, создайте для себя свой уникальный образ, может быть, вы вдохновляющие, может быть, вы креативные, может быть, вы, как это еще там, не знаю, идейные, ну, что-то еще, да, чтобы вот, представьте, о вас просили, да, кто ты такой, и какой ты, и вы раз, раз, быстро отвечаете. Тогда вам будет понятно, кого вы, собственно, ищете. Шестой лайфхак, это контент должен цеплять, то есть то, что мы публикуем. Ну, конечно, это классный, вот прошел недавно вебинар, кстати, от компании Reflame по мобилографии, и мы рекомендуем просто всем изучить это искусство, фотографировать на свой же собственный телефон, потому что сегодня есть масса приложений, которые позволяют наложить правильные фильтры, да, сделать правильные акценты, соцсети любят светлые, да, тона, качественный, естественно, контент, должны быть качественные фотографии, качественные изображения, и мы просто рекомендуем на это обращать внимание, ну, по крайней мере, меня на то, чтобы выложить фотографию, дополнительно, я где-то еще, наверное, полторы минуты трачу на то, чтобы наложить фильтры, например, две фотографии, это одинаковые фото, но они выглядят по-разному, да, потому что они в разных фильтрах, и вы имеете возможность выбрать, да, улучшить ту фотографию, которая у вас есть, где-то что-то высветлить, где-то наоборот, вытемнить, сделать акцент, может быть, на каком-то цветовом решении, это будет выглядеть, естественно, красиво, и вы делаете акцент именно на том, что важно вам. Речь сейчас не идет только о том, чтобы, например, вы себя постили, а можно сделать просто тематические посты, допустим, вот сейчас, если вы зайдете в ленту, вы увидите, что очень много серого цвета, потому что весна все тает и закономерно, да, солнышка не хватает, снег идет, если вы, например, будете делать какое-то яркое, там, зеленое дерево, и не важно даже, что это будете вы, однозначно будет выделяться и однозначно на себя привлекать внимание, а дальше уже цеплять глаз, человек зайдет, дальше человек будет смотреть дальше, просматривать следующие фото. Седьмой лайфхак, это, конечно же, должен быть готовый контент-план, да, если мы говорим про соцсети, то это уже больше даже относится, наверное, к тайм-менеджменту и эффективной работе. Ну, говори, просто я поясню, что вы. Да, то есть смотрите, важно, чтобы, что значит приготовить контент-план, да, то есть у вас есть примерный график того, что ждет вас на этой неделе. Вы представляете, когда у вас будут встречи, может быть, да, намечены, там, поход в кино или, там, встреча, ну, какая-то массовая, да, то есть вы примерно представляете, о чем вы будете писать на своих страницах. И при этом в те дни, когда, например, нет какой-то активности, вы, у вас готовые посты, которые вы хотели бы выложить, возможно, это будет, ну, в моем случае, это может быть что-то про детей, про путешествия, какие-то бизнес-наблюдения. Важно, чтобы были подобраны заранее фотографии, тогда все это будет, не будет занимать много времени. Можно разделить по папкам нужным, да, у себя в смартфоне. У меня эта папка избранная, я из огромного потока, фотопотока, выделяю несколько фотографий, которые точно знаю, что я буду их постить, потому что до этого они были туда выбраны. Также можно подписаться и смотреть какие-то интересные вам группы. Сейчас очень много полезных групп, где реально крутая информация по жизни, которая пригождается на бизнес-тематику, на тематику воспитания людей, и никто не запрещает, например, взять оттуда информацию или ее под своим взглядом, со своим мнением, например, да, посмотреть, или просто как полезный контент выложить на своей странице. При этом, естественно, надо сделать внизу как бы подпись об авторстве, чтобы, ну, вот это авторское, да, отдать дань автору. Вот, я вижу, что так делают в группах, например, и так же вы можете делать у себя на странице. Делайте ежедневные, восьмой, восьмой совет, делайте ежедневные простые действия. На самом деле, действительно, системность и ежедневность, стабильность действий дает результат. Это как поход в тренажерный зал. Если вы, например, сегодня вдруг у вас появилось крутое настроение, и вы вдруг сели и сделали, например, 8-9 постов, а потом у вас 5-7 дней подряд нет ни одного поста, это будет гораздо хуже в плане вот результата, чем, например, если бы вы сегодня сделали один-два поста и так же вот в следующие 5-7 дней. День по одному. Да. Ой-ой-ой. Что у нас конкретно, например, что мы даем своим людям для того, чтобы их страница работала и получалась одна регистрация в день? 3-5 постов ежедневно. Опять же, никто не ограничивает больше, да? Можно больше, но не меньше. 20 добавлений в друзья, это если говорить о контакте, может быть больше, если это инстаграм, 20 исходящих сообщений, 200 смарт лайков, 10 комментариев популярных групп, и дальше продолжите сами. При этом это важно делать каждый день. То есть, по большому счету, это все действия, которые, смотрите, к чему они ведут, они ведут к тому, что вы как можно большему количеству людей заявляете о том, что вы есть, и о том, что вы предлагаете. То есть, как можно большее количество людей должно узнать о вас и о вашем бизнесе. При этом страница, и вообще интернет очень круто в этом плане будет работать на вас, потому что, например, чтобы написать 20 сообщений, вы потратите всего лишь 20 минут, возможно. 20 людям, да, или там 30 минут. А в жизни, например, 20 встреч провести, это надо было бы неделю, допустим, на этом. Девятый совет, и лайфхак от Шеймардановых, это заходите в интернет, четко зная цель. Это относится к тайм-менеджменту, и здесь все-таки... Да, можно заблудиться, начиная все это делать, уйти в написание только постов, или уйти в только гуляние по чужим страницам. Важно, чтобы та цель, с которой вы пришли, зашли в соцсети, чтобы вы именно эту цель и выполнили, и чтобы она у вас, чтобы вы выполнили именно в то время, которое вы запланировали, потому что помимо того, чтобы правильно, да, что-то, позиционировать себя в соцсетях, есть еще у нас много активностей, которые важно выполнять, и только в собакупности мы можем получить результат, да, невозможно, делая одно действие, сделать результат, надо, чтобы мы выполняли все. Не зря здесь на этом слайде лягушечки, потому что, есть такая классная книга, оставьте брезгливость, съешьте лягушку, и секрет всех успешных людей, это вначале делать самое трудное дело, при этом вот честно, да, себе говоря, что надо это сделать, а потом уже все остальное. Десятый лайфхак, И последний лайфхак от нас. Да, цените время, держите все под рукой, да, смотрите, важно, чтобы у вас было, ну, рабочий стол у вас был, да, правильно оформлен, чтобы у вас фотографии были, там, в нужной папке, чтобы какие-то варианты, ответов, например, да, когда вам отвечают, или подборка видео, которые вы отправляете в диалогах, чтобы тоже это все было под рукой, чтобы открыт был именно тот чат, который вам нужен сейчас, да, чтобы, в общем, вы не тратили время на то, чтобы искать какой-то нужный файл, когда это занимает, ну, там, несколько секунд, как если все есть рядом под рукой на, в нужных папках на вашем рабочем столе. Важно работать эффективно, и если, например, вот даже на себе я пробовал, тысячу раз убеждался в том, что, да, конечно, классно идет общение, это потенциальный, может быть, мой лидер, и вот так все, мы с ним уже и за жизнь, и все остальное, но при этом, на него тратится время, и в этот момент иногда эффективнее переговорить с другими, пятью, семью людьми, чем вот так вот долго продолжать, например, диалог, уходя от шаблонов, уходя от, скажем так, его, от сути, да, от его структуры, при этом чаще всего, да, эти все разговоры за жизнь, они заканчиваются, или я подумаю, или там, я не знаю, давай, как бы, в общем, будем смотреть, да, дальше дружить, вот, поэтому, ребят, понимайте, вот, зачем вы пришли в интернет, если эта цель одна регистрация, значит действуйте четко, так, чтобы была одна регистрация, да, четко по системе, и мы вам приготовили бонус от нас, это 11 лайфхак, какой-то такой бонус, да, мы решили сделать вам 11 лайфхак, ну, и да, не знаю, конечно же важно, ну, мне кажется, это не такой уж и бонус, это и так знают, знаете, для чего вам это нужно, да, то есть, это не так уж и бонус, мы пишем потом со временем, да, головами и мечтами, появляются мечты, и мы пишем, конечно же, о новых мечтах уже на наших страницах, знаете, для чего вам это нужно, самый главный лайфхак, который поможет решить все. Не смейте предавать свою мечту, поставили задачу, делайте, меняйте, если что-то не получается, меняйте сроки, но никогда не меняйте мечту, и у вас все будет получаться. Спасибо, с любовью к вам, и рады быть полезными. Да, для нас рекрутинг, это естественный процесс жизнеобеспечения, как дышать, мы говорим про это, рекрутинг, как дышать, поэтому, друзья, мы вам желаем рекрутировать с удовольствием, легко, рассказывать о нашем бизнесе, о себе, о наших возможностях, так, чтобы кайфовать от каждого мгновения, которое вы делаете. Я поясню, как дышать. Как дышать, это означает, вот попробуйте не дышать минут пять, и вы поймете, что легче дышать, чем не дышать. Вот здесь то же самое, для нас, если мы не рекрутируем один-два дня, для нас это вот такая же, как бы, кислородное голодание наступает, и мы понимаем, что-то не так в этой жизни, и для нас легче рекрутировать, чем не рекрутировать. Спасибо! Спасибо, и до встречи! До новых встреч! Прекрутировать! Не могу не дышать, нужно, конечно, дышать. Спасибо, ребята, огромное! Очень интересно! Отличный пример по поводу дышать, да? Очень интересно! Вообще, столько интересных лайфхаков! Я для тебя взяла очень много, на самом деле. Ты для себя что взяла? Мне очень понравилось то, что, вот как я это представила, когда ребята рассказывали, что мы выкладываем, как бы, свой стиль жизни, да, и показываем другим, как можно жить, на самом деле. И, ну, согласитесь, много то, что мы выкладываем в соцсети, особенно в нашем бизнесе, да, оно даже лучше, чем оно есть, правильно, да? Вот мы просыпаемся, мы делаем контент, мы к этому стремимся. И даже наша страничка, например, в Инстаграме, да, вот эти вот первые девять фотографий, которые мы открываем, видя, ну, профиль, это даже может быть наша ближайшая мечта. Вот, и вот это мне очень понравилось, то, что показать, как можно в реальности мечтать, сделать как бы это визуально. Вот это мне понравилось. А тебе что понравилось? А мне вот, например, запомнилось, что не сажайте на информационный голод и диету своих подписчиков. Вы знаете, я вчера за один день только это почувствовала, когда я вела прямую трансляцию, и у меня за один день, нет, даже не за один день, за несколько часов добавилось 400 новых подписчиков. Ты знаешь, я была просто в шоке. Я теперь понимаю, что я просто обязана дышать. Всё. И спонсировать информацию. И ещё мне очень понравилось, как же справляться с большим потоком фотографий, как с ними вообще, как их когда выкладывать. И ещё мне понравилось, когда ты приглашаешь, приглашай, как будто на классное событие, с кем ты хочешь путешествовать. Это тоже очень здорово, чтобы определить аудиторию, на которую ты посылаешь свою информацию. Да, потому что на самом деле наши подписчики в наших соцсетях, они на самом деле наше личное сообщество. Они же идут на наш стиль жизни. Им интересно смотреть, как мы это всё добились, как мы живём, что мы делаем. Людям интересно, аутентично. И на самом деле мы создаём такие вот сообщества в интернете. Это очень круто, я считаю. Мы создаём такое желание, чтобы люди к нам присоединились, и потом мы их сопровождаем к нашему общему с ними успеху. И это очень круто. И мы сейчас постепенно переходим к нашей заключительной теме на сегодня. Это сопровождение. И ребята, встречайте бурными аплодисментами всеми любимыми, всеми знакомыми, которые прокачали весь интернет на тему лидерства и многие-много других тем. Маленькая, хрупкая, но с огромными, невероятными амбициями. Девушка, у которой рост человека, помните, измеряется не от пяток до макушки, а от макушки до неба. Надежда Санникова с темой Поддерживай и развивай. Значит, что мы здесь имеем в виду? Мы имеем в виду спонсирование. Я считаю, этот человек очень вдохновляет меня. И если бы я была бы в этом бизнесе, как вы, я с каждым днём всё думаю. Может быть, мне тоже начать. Маленькая, полежа, а вот постсетяха тоже есть. Да, а я тебя найду. Вот, но я считаю, что этот человек очень создаёт только атмосферу поддерживания и показывает, как вот правильно действовать, как развиваться, как развиваться дальше к своей мечте. Вот, так что встречайте Надежда Санникова, передаём тебе права Надежды. Друзья, всем доброго дня. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Как меня слышно? Слышно? Всё, отлично. Вижу, что немножко слайды притормаживают на прямой трансляции на YouTube канале, но тем не менее. Я говорю, ребят, быстро, поэтому можно в принципе без слайдов. Тем не менее, давайте знакомиться. Город Барнаул, Санникова Надежда. Мне очень волнительно и большая честь для меня выступать на этом вебинаре. Первая трансляция через YouTube канал. Спасибо большое за предоставленную возможность Оречки и Марго. Также, пользуясь случаем, я хочу поздравить у нас спонсирование и знаете, тут сам Бог велел поздравить своего любимого спонсора Ванечку Родионова, который сейчас с моим спонсором, с вышестоящей, с Аленой отдыхают на Пхукете. И я хочу поздравить и поблагодарить, что вы в свое время, в общем-то, оказались на горизонте, да, я вас встретила в этом бизнесе. И, как говорят, знаете, кто жизнь прожил, не прожил, кто понял жизнь, работу бросил. И, в общем-то, благодаря тому, что я сейчас в Арифлейм, благодаря росту, буквально вчера, в общем-то, получила я приказ с банка, с Газпромбанка об увольнении. То есть, можете меня поздравить с тем, что я сейчас в прямом и переносном смысле свободна, свободна в своих желаниях и свободна в своих возможностях. Так, я тут понимаю, что тут надо перестать слайды. Ребят, тема спонсирования. Она действительно, эта тема очень многогранная, глубокая. И, ребят, каждый из вас, приходя в этот бизнес, должен понимать и брать ответственность с первых дней. И не важно, какой у вас уровень, 3%, 6%. Нужно понимать, что готовность стать спонсором и лидером начинается именно с вас. И не важно, какая квалификация. Не важно, когда вы пришли, на кого пришли, ребят, здесь должно идти изнутри. Как Владимир Полежаев говорит, знаю, что он здесь и большая вам благодарность. Часто говорю вашими словами, лидер есть в каждом из нас. Пришел на презентацию, лидер, посмотрел презентацию, лидер, начал приглашать лидер, начал проводить презентацию, лидер. Так вот, ребят, наша с вами задача брать ответственность на себя в первых дней. И мы будем сейчас с вами говорить, что должен делать настоящий спонсор и настоящий лидер. Потому что, ребят, говорить много, можно много и обо всем, но при этом, если вы не будете делать то, что вы говорите, смысл спонсирования теряется. Потому что учим мы ровно тому, что делаем сами. Научи сам, научи своего партнера и научи своего партнера, научи своего партнера. рекрутировать, запускать новичка в бизнес, выявлять ключевых партнеров, делегировать, сопровождать, это целая отдельная тема для отдельного разговора. И мы будем сегодня об этом говорить. То есть, наша задача, конечно же, ребят, познакомить с системой работы своей, и у каждого спонсора есть своя система работы. И не секрет, что вы пришли к своему спонсору, либо вы пришли в готовую команду, в готовую систему, и вы, конечно же, знакомитесь с ней. Я, конечно, рекомендую на первых этапах не изобретать велосипед, а пройти изучение информации, пропустить ее через тебя, потому что здесь очень важно многому научиться. Я, конечно, рекомендую учиться, обращать внимание, у кого вы учитесь. То есть, ребят, конечно, много сейчас классных, пафосных бизнес-тренеров, которые учат не тому, что делают сами. Поэтому не учитесь, не покупайте никаких курсов, учитесь у сейчас, у действующих лидеров. У нас действительно сейчас Reflame на очень серьезном уровне поднимает стиву бизнес в России, и есть у кого учиться. Поэтому слушайте спонсоров, слушайте вышестоящих, вышестоящих спонсоров. И я рада, что у нас действительно такая вот крепкая структура, наша команда, и мы друг у друга учимся, переопыляемся, и, конечно же, уже учимся выращивать под собой уже лидеров своих директоров. Когда ты одна звезда, это звездец, а когда у тебя команда звездная, ребят, вот это круто, когда у тебя лидер, лидер обгоняет. И не важно, там морковки, ромашки, ребят, мы всего лишь ищем лидеров в свою организацию. Поэтому, ребят, смотрите, здесь, конечно же, важно научиться обучать. И смотрите, ребят, следующий слайд сейчас подгрузится, подглядываю немножко на YouTube. Вот смотрите, ребят, самое главное, конечно же, это научиться верить в своих партнеров. Для этого нужно сейчас вам. Если вы сейчас еще новичок, вы должны понимать, любое дальнейшее действие касаемо развития вашего бизнеса, планирование, организация личного товара, оборота, рекрутинг, любые действия касаемо развития вашего бизнеса начинаться будут только в том случае, если вы поверите в себя, в свои силы, в свой бизнес, в свою команду, в свой продукт, в себя поверите. А для этого нужно, ребят, конечно же, написать список целей, то есть это те действия, которые вы должны проявлять по отношению к вашим новичкам. Вы как спонсор должны подводить своих партнеров к этому, найти ту причину, ту цель, которая будет давить. И пока каждый из вас в себе ее не накопает, не нароет, не найдет, делать здесь вы ничего не будете. Поэтому, ребят, вы как спонсоры должны этому уделять огромное время. В плане мотивации пробуждения своих партнеров вот, скажем так, той действительно истинной причины, которая вас поведет и в дальнейшем поведет ваших новичков по лестнице успеха. А она здесь реально нереальная. Здесь можно удовлетворить абсолютно все мечты и все цели, которые у вас есть. Дальше, ребят, конечно, массовый рекрутинг. Вы этому учитесь и вы учите этому своих партнеров. Если нам кажется, что от точечного рекрутирования мы далеко уйдем, ребят, не старайтесь делать хорошо и сразу. Старайтесь делать много и каждый день. Много действий приведут вас к большому результату. Качество придет только через количество. И не старайтесь делать хорошо, ребят, много, каждый день в системе. Рекрутируйте, приглашайте, рассказывайте о возможностях нашей компании. Самое главное, говорите на языке выгоды. Научитесь своим партнерам, своим кандидатам говорить, что они получат в результате сотрудничества с нашей компанией. Научитесь складывать картинку, что они получат на берегу, что они получат в результате. Не что делать надо, а что они получат в результате. И только тогда, когда они поймут, что их ждет на берегу, они к вам придут. Поэтому научитесь рекрутировать. И здесь момент, ребят, очень простой, важный. В рекрутировании всего две задачи. Это как приглашать и как рассказывать. Приглашать и рассказывать. Ну приглашаем мы в разных местах, это тепло, это холодный рынок, это доски, объявления, сети. А как рассказывать? Здесь тоже инструменты есть, вы должны быть гибкими. Это и собеседование, это полные презентации бизнеса, это возможность переписываться, потому что не все могут выйти на созвон, это диалоговые переписки. Поэтому, ребят, просто будьте профессиональными и оттачивайте мастерство в рекрутировании. Как приглашать и как рассказывать? Как приглашать и как рассказывать? Вроде бы, ребят, просто, но не всегда легко. Запуск новичка. Здесь я вам, как будущим спонсорам, конечно же, рекомендую, ребят, запускать новичков, используя успешный старт. Успешный старт, быстрый старт. И вот как раз в запуске новичка, конечно же, важно пробудить в людях мотивацию, да, на список целей, список знакомых, ребят. Основная задача, конечно же, у меня, своих партнеров направить на правильный рекрутинг, на теплый рынок. И ни в коем случае на холодный рынок новичка мы не отправляем, потому что несколько спамов, да, и можно, в общем-то, охладить. Нужно правильно учиться новичка запускать и желательно, конечно же, на теплый рынок, на список знакомых. Просто все коммуникации мы осуществляем сейчас в интернете и помогаем, как спонсоры, своим новичкам отрабатывать теплый рынок. Поэтому вам сейчас важно научиться и научить своих партнеров делать то же самое. В тот момент, когда я начала проводить собеседование на свою команду, ребят, пошел рост. То есть я была на 4 каталога на 15%, только как только начала проводить собеседование, я сразу 18-22. Поэтому, ребят, это, конечно же, важно, но я приняла решение на команду проводить. Вот вы сейчас, как спонсоры, должны просто взять на себя ответственность, не перекладывать на вашего спонсора ответственность, а взять ответственность на себя. Поэтому послушайте, запишите скрипт и просто начинайте говорить людям информацию, давайте ее, конечно же, вживую. Потому что, ребят, никакая переписка не заменит эмоции, а лучше, конечно, это живая встреча, живая презентация. Потому что горящие глаза, эмоции, то, как вы сейчас видите этот бизнес и что вы здесь видите, не заменит ничего, да, никакой сайт для рекрутирования и никакую там переписку. Вот, выявление ключевых партнеров. Ребят, выявлять ключевых партнеров – это важно, потому что для меня это фокус. Фокус для меня в бизнесе – это теплый рынок, личный бренд, развитие ключевой команды и лидерство. Так вот, ребят, ключевая команда – это ваши будущие лидеры, это ваши будущие директора. И вы должны как спонсоры сейчас научиться и понять, с кем вам работать. Ребят, зачастую нам кажется, что каждый будет лидером, не будет, ребят. Арифлейм для всех, но не все для Арифлейм. Конечно же, спонсоры достаются тому, кто достает. Поэтому сейчас, если вы новичок, ребят, доставайте ваших спонсоров. Спонсор обращает внимание, будет на золотых кораблей, на тех, кто сам задает вопросы, сам ищет информацию, сам ищет мотивацию, вдохновение. Проявляйте себя, будьте заметны, и вы добьетесь внимания расположения вашего спонсора. И вы, конечно же, обращайте именно на тех, кто готов делать сам. Прикрутировать ЛТО, приглашать людей, проводить презентации – это, конечно же, ваша часть ключевой команды, это ваши будущие лидеры. Поэтому, ребят, делегировать – это важно. Коротко про делегирование. Вы сейчас, как спонсоры, должны научиться делегировать, иначе новые квалификации будут вам не по плечу. Просто плечей не хватит, если все будут сидеть на вас. Поэтому научитесь делегировать, отдавать функционал тем партнерам, которые готовы на сегодняшний день его брать. Поэтому первые задания – проведи регистрацию, а давай запуск вместе сделаем, а давай я буду проводить запуск на телефоне, ты послушаешь червобинарную комнату, а давай теперь ты сделаешь это сам. Сами научите. Важно учить тому, что вы делаете сами. Не просто на, посмотри, вот кто-то там рассказывает, как надо делать. Нет, ребят, это не работает. Спонсирование – это значит сделать сам и научить своему партнеру так, как это делаешь ты, своим личным примером. Потому что, ребят, теоретически это не работает. Если вот сейчас я вас учу, это не учение. Было бы лучше, если бы я телефон в руки взяла бы и назначила встречу в режиме онлайн, и провела бы собеседование, провела бы презентацию бизнеса или запуск, забить новичка по телефону. Вот это идеальный вариант спонсирования. Понимаете, о чем я говорю? То есть то, вы не просто говорите, а как вы делаете. Поэтому, ребят, конечно же, делегируя, делегируя, и делегируя это своим партнерам, вы показываете, как ему в дальнейшем делегировать на своих ключевых растущих активных партнеров. Вот, сопровождение, ребят, это философия. Это отдельная тема для отдельного разговора. Сложно, конечно, говорить структурированно про сопровождение, потому что волшебных кнопок нет. Но сегодня слайд просто по сопровождению будет. И, конечно, ваша задача выявить ключевых и научить их поверить в себя, создать массовый рекрутинг, запускать новичка, выявлять ключевых партнеров, делегировать, конечно, сопровождать и уже, в общем-то, пройти все стадии. Это, в общем-то, важно научить делать своих партнеров. И помните, ребят, лидерский путь – это рост в бизнесе. И важно расти, естественно. Никто, не придя сюда, там на 3% мозгами сразу знает весь функционал, который сейчас знает, например, директор, либо там золотой директор. Ребят, вы идете по пути, вы становитесь, самое главное, лидерами для себя. Тогда вы станете лидером для другого. Развиваете себя, развиваете свой личный бренд, работаете со своей командой, загружаете всю информацию на YouTube-канал, как когда-то получилось у меня. Я не думала, что я буду спонсором не только для себя, а для своих партнеров. И теперь я знаю, что я, наверное, там на 4-й где-то в ступенечке, да? То есть, может быть, даже для лидер-лидеров. Ребят, то есть вы развиваетесь, естественно, и вы становитесь не только для себя лидером. Когда вы взяли на себя ответственность, вы становитесь лидером для другого, для партнера своего, которого вы пригласили. И как минимум, я считаю, вы взяли ответственность за этого партнера на себя. А дальше, ребят, конечно же, идя по этой лестнице успеха, вращивая под собой лидеров, директоров, конечно же, ваш уровень уже становится все выше, выше и выше. Так. А меня на слайдах там вообще видно? Ребята, меня слышно? Поставьте плюсики. Ага, все. Ребят, конечно же, вы должны быть спонсором, да, и 100% источником для своих людей. Информации, мотивации, вдохновения, обучения. Вы добытчик, вы, конечно же, должны, ребят, спонсировать информацию. И вообще, я считаю, что спонсоры, они спонсируют информацию, да, и я всегда своим спонсорам говорю спасибо, что вы есть, спасибо, что вы, в общем-то, я когда иногда спрашиваю у них, они мне говорят не так, как делать. Они говорят вообще, по сути, информацию дают, а я делаю так, как я дальше считаю нужно, только для того, чтобы просто удовлетвориться и увериться, и, возможно, знаете, как просто я иду правильным направлением, я время от времени консультируюсь у своих спонсоров, и не только у Родиончиков, там и Себя, и Гармин их, спасибо большое, и Долженко, вы считаете, спонсоры, да. То есть есть у кого консультироваться, для этого спонсоры должны, для информации. Поэтому, ребята, мгновенная передача, для этого есть сейчас у вас чаты, есть у вас, пожалуйста, трансляция через Инстаграм, что может быть еще круче. Я по понедельникам провожу через Инстаграм 19 Москвы каждый день, каждую неделю трансляцию, да, и это в системе, это постоянно. По вторникам это встреча в Барнауле, в кафе, например, огни с командой, и приходят на мечты любого уровня, и я понимаю, что это важно, потому что я уже не так и досягаема, потому что глубина большущая, огромная, и, в общем-то, все равно уже нет возможности с каждым. А тут ко мне приходят люди, мы чай, дем, общаемся, они задают вопросы, и эти встречи очень важны, очень нужны, они очень продуктивны, потому что я считаю, каждая встреча заряжает будущих звезд, будущих бриллиантов, директоров. Вот, мотивация, особое внимание тем, кто начал делать первые шаги. Ребят, вы как спонсоры даете первое признание, ставите на пенестал партнеров, которые действительно нуждаются в том, чтобы вы их почестовали. Это идет от вас, это дает многим силы, энергию. Я вижу даже по чатам, когда я обращаю внимание на своих новичков, я вижу, как они радуются от того, что вот спонсор дает им внимание, ребят. Поэтому не жалейте тем, кто действительно делает. Пошел по шагам, постартовай, преподнесите, поставьте на пенестал, почестуйте, поздравьте, поблагодарите. Первый консультант 3%, рассылка по своим структурам, поздравления о новых уровнях, через Инстаграм, через соцсети, поздравления с квитами, с фотографиями. Ребят, в общем-то, вы должны, конечно же, за успехи. Не просто там люди, которые у вас в структуре, там автоматом выше. Нет, те, кто принимал участие в развитии бизнеса. И, конечно же, первые планерки. Давай выступи, давай начни говорить. Вот те, кто начинает выступать и говорить, ребят, они начинают реально расти. И расти начинают мозгами. Дальше у них уже первые презентации, первые вебинары, и серия вебинаров, которые начинают проводить уже на вот таком драйве, эмоциях, которые, в общем-то, они получают при первом вот таком выступлении и при первой вот благодарности от вас. Они понимают, что у них получается, они понимают, что в них кто-то верит. Если первое, у них что-то получилось, они понимают, что они больше смогут. Поэтому, ребята, на мотивацию не жалейте. Те, кто в чатах смотрит, наблюдают, что кто-то получает признание, они либо подтягиваются под этот уровень, под эту планку, чтобы им тоже получить порцию признания, либо для них это демотивация, и они уходят. Но здесь будут только люди развиваться, те, которые действительно делают, и они, в общем-то, понимают необходимость всех мероприятий. Вдохновение, ребят, вы вдохновение для своей команды, вы ролевая модель, вы двигатель вашего бизнеса, вы сердце вашего бизнеса, и вы ни в коем случае не должны останавливаться. Любая остановка, ребят, она просто, ну, можно сказать, может просто пристановить развитие вашего бизнеса. Сложно очень вернуться тот поток, который, вот, например, шел в метро, куча людей, вы из него вышли, попробуйте вернуться в ту скорость, не получится. Здесь то же самое. Пока вы не найдете под собой своих лидеров, тех партнеров, которые готовы уже брать на себя ответственность, да, своих эгегеек, как я говорю, которые начинают эгегеять и работать со своей командой, я считаю, что ни в коем случае отходить в сторону даже на время, даже на несколько недель нельзя. Тем более сейчас есть у нас все инструменты для того, чтобы быть всегда на команде, ваши мессенджеры, ваши чаты, инстаграм, это, конечно, вам большой плюс. И обучение. Обучать по принципу показалось, делали вместе. Это не делать за ваших партнеров работу, не нужно их делать слабыми, а только вместе, только вместе, проходя все этапы обучения. Показали, как вы это делаете, либо через показываете уже своим обучающим материалом, который у вас сейчас есть на YouTube-канале. Вы же сейчас уже начали работать со своей командой. Я всегда партнерам говорю, где твои собеседования? Записывай, показывай, записывай, показывай. Где твой презентарь, где твои запуски новичков? Ты будешь каждый раз говорить одно и то же своим партнерам. Тебе иногда проще будет свою запись сбросить и сказать, посмотри, вы же там, это же ваше лицо. И понятно, что это ваш рабочий материал. Значит, вы говорите то, что вы делаете. Вот, и поэтому, ребята, например, если человек говорит, проведи за меня собеседование, мне говорят, я говорю, слушай, давай я провожу, ты слушаешь. Если человек не может через вебинарную комнату слушать, когда я провожу собеседование, значит, я делаю всегда запись и сбрасываю уже эту запись всегда. И, в общем-то, смотрят они, смотрите вы, да, обучают, получается, все. Поэтому, ребята, смотрите, ни в коем случае не нужно думать, что вы, если партнера будете работу делать, они станут самостоятельными. Они становятся слабыми, они понимают, что спонсор может, спонсор может все, что угодно, да, и, в общем-то, они начинают на вас по-тихому ехать. Поэтому однозначно, ребят, ни в коем случае вам нельзя перенапрягать с собой. Я говорю пять раз. У тебя есть пять раз, чтобы воспользоваться спонсором. Пять раз собеседование, презентация бизнеса, дальше сам. Есть материалы, есть инструменты, есть инструкции, нужно только начинать делать. Вот, и тогда вы станете отличным спонсором, если вы научитесь и научите проводить собеседование для себя и для своих партнеров. Если вы научитесь и научите проводить презентации бизнеса онлайн, офлайн, научитесь и научите знакомиться с новичками по вашей команде, научитесь проводить планерки с ключевыми партнерами, научитесь и научите вести чат по сопровождению, научитесь и научите проводить командные мероприятия, обучение в команде, акции, встречи. В общем-то, ребят, вы научитесь обучать отличных спонсоров и лидеров. Самое главное, вы уже сами будете лидером для огромной команды. И чтобы, ребят, вашим партнерам было комфортно, чтобы они понимали, когда, в какой момент они могут рассчитывать на вас как на спонсора, важно познакомиться с своим графиком активности. Когда вы в семье, когда вы в бизнесе, когда вы один-один с собой, каждый имеет право быть само собой и быть в семье, поэтому тут должно быть комфортно всем. Поэтому график активности вы можете на Google Диске сделать для общего доступа и уже, чтобы ваши партнеры знали, когда вы проводите собеседование, презентации, когда с вам можно по личным вопросам обратиться и так далее. С графиком активности проще всем, и вам, и, в общем-то, вашей команде. И я всегда говорю так, не важно, как работал со мной мой спонсор, важно, как я работаю со своей командой, не важно, какая система работы у моего спонсора, важно, какая система работы будет у меня. Это абсолютно касается всего, ребят. Самое главное тут, знаете, как, ребят, не искать причину, а искать для возможности, для улучшения своей системы работы, своей организации. Я закончу свое выступление этим слайдом. Помните всегда, ваша организация должна стать автономной, а будет она автономной в том случае, если в каждой вашей команде будут не просто лидеры, а ваши будущие бриллиантовые директора. Поэтому прорабатывайте свою команду глубоко, ищите там бриллиантовых директоров, потому что лестница успеха нашей компании зависит не от количества стартеров-рекрутов, а не от количества директоров, а от количества бриллиантовых директоров. Поэтому сегодня, уже сегодня, сейчас ваша задача запланировать бриллиантовую квалификацию. И уже сегодня, сейчас, как я говорила, на 15%, я менеджер 15%, а в душе бриллиантовый директор, быть, делать и иметь. И уже сегодня вы должны быть в голове бриллиантовым директора. И тогда ваша команда будет вместе с вами планировать эти квалификации. Всем роста, всем топовых квалификаций, и встретимся на банке директоров. Спасибо всем. Ну что, спасибо, Большая Надежда. Очень интересные лайфхаки и от себя. Мне очень понравилась тема с тем, что, ну, чем больше мы работаем онлайн, да, там есть много технологий, чтобы ускорить наш бизнес, чтобы дуплицировать и так далее, да. Но чем больше мы в онлайне, тем важнее вот эта вот живая встреча, как бы, да. Живое и настоящее общение, ни что не заменит. Да, и есть прекрасные технологии, чтобы создать вот эту живую встречу и ее дуплицировать. Вот как говорила Надежда, да, что запишите себя, когда вы что-то делаете, что вы хотите показать своим новичкам или ключевым партнерам, да, вот на видео, как делает Надя. Очень крутые лайфхаки, я считаю. А мне знаешь, что понравилось? Мне понравилось, что не делайте своих сильных людей слабыми, не надо за них делать работу, потому что это их бизнес, они должны сами это все прочувствовать. Вообще классная тема. Очень интересно. Спасибо большое, наши спикеры. Теперь еще информация, которую мы хотим с вами поделиться. Что мы хотим сказать? Значит, во-первых, события на 2017 год. Вот, молодежное сообщество не просто так у нас, да, мы будем продолжать делать вот такие вебинары, как вы видите сегодня, еще два таких вебинара будет в этом году, летом и осенью. Точные даты мы еще вам... Оповестим. Оповестим. Новое слово я научилась. Вот, так что думаю, дайте нам, пожалуйста, обратную связь, кого вы хотели бы слышать, какие темы вам очень актуальны и нужны, особенно летом, кстати, ближайшем. Да, совершенно верно. Вот, что еще? Значит, молодежный наш сайт, про который я рассказывала раньше, запускается в апреле, это очень круто, да, и ваши истории успеха обязательно присылайте своему АСМУ. В конце вебинара я кину ссылку на PDF-ку, где будет написано, как создавать свое личное видео, да, которое можно положить на этот сайт. И мы уже видели, что многие добавились на канал в Телеграм. Ребята, добавляйтесь, напоминаю тем, кто еще не добавился, потому что у нас сегодня почти 4000 участников, но для первого раза, по-моему, это неплохо, да? Ну, нормально так можно сказать, да. Но вы можете больше. И в Инстаграм у нас что-то будет? В Инстаграм планируется в этом году, мы запускаем вместе с сайтом, значит, наш канал, или не канал, но наш аккаунт в Инстаграме, да, чтобы вести трафик через Инстаграм туда. Да, так что тоже, когда он будет запущен, мы об этом вам оповестим. Оповестим хорошим словом. Оповестим, да. И вы тоже там будете следить за нашими различными новостями. Что еще? В этом году планируется сделать, мы планируем сделать еще тренинги про онлайн-имидж. То, что рассказывала Ольга и Роберт сегодня, да. Мы сделаем глубокий такой тренинг на эту тему, и тоже об этом вам расскажем, когда это будет актуально. Классно, я бы сама пошла учиться туда, всех в свою команду. То есть эти тренинги будут открыты, это от молодежного движения совместно с компанией Reflame, но будут открыты для всех любого возраста, кто считает себя молодым по жизни, да? Конечно, конечно. Класс, супер новость вообще, мне очень нравится. Еще супер новость. В день мегафорума, 17 июня, я надеюсь, что вы все поедете на мегафорум в Москве, после мегафорума мы планируем сделать молодежное мероприятие отдельное, автор-партии. Это будет классное место. Это будет супер место. Это будет фото-видеосъемка. Фото-видеосъемка. Это будет общение наших старших менеджеров, молодых, с руководством компании. Абсолютно, абсолютно. Это будет имиджево, это будет хороший контент. Да, там будет много-много мест, где можно самим сделать красивые фото и видео для своих соцсетей. Вот как мы сегодня говорили, это важно показывать, да, как у нас прекрасно и интересно. Вот, так что это все будет на нашем молодежном мероприятии. Мы скоммуницируем еще более подробно, где, во сколько и кто. Кто имеет право. Да, кто имеет право. Вот, так что ждите информацию. Еще этим летом мы собрали два автобуса. Мы едем в Швецию, на родину Арифлейм, на родину наших больших заработков, на родину Велнос. Красота снаружи, красота изнутри. Так что, кто едет, поздравляем вас. И у нас еще будет встреча золотых директоров на золотой конференции. Конечно. Помните, кто был на пафосе? Это было нереально круто. Вот за это все отвечала Ольга. Что она придумает. Она тоже. Что мы придумаем с вами на золотой этой конференции. Ну, в общем, кто попадет на золотую конференцию, тому очень-очень повезет. Так что, делайте результат, чтобы попасть на золотую. Что еще? Контент. Контент мы создаем постоянно. Значит, все наши мероприятия, все наши даже онлайн мероприятия мы записываем, мы делаем качественными и выкладываем на наш сайт. Чтобы вы могли сами делиться этим контентом, чтобы вы сами могли показать, распиарить свой личный бренд своим партнерам, так же, как и те, кто еще не в вашей организации, но хотят попасть. Да, раз у нас с вами сейчас такая крутая возможность выходить в интернет и охватить весь мир и все континенты, то давайте действительно это сделать быстро, качественно, красиво, престижно. Чтобы потом говорили, ты в Арифлэм, ой, это как Шанель Диор, я хочу к тебе в команду, а можно к тебе попасть? Пожалуйста, возьми меня, сколько собеседований надо пройти, как записаться к вам на собеседование? Ребят, вы знаете, я, кстати, видела в интернете, многие блогеры, они покупают себе такой даже специальный штатив, вот мы с Алексеем тоже думаем купить, с светом очень классным, куда ставится телефон или камера, и они себя записывают или фотографируют, вообще очень крутая вещь. Да, то есть делать качественно и красиво, не нанимая даже дорогих видео-фотооператоров. Это можно сегодня сделать даже без ресурсов. Да, и еще я хочу сказать про центральное главное мероприятие молодежного движения один раз в год в ноябре месяце. У нас с вами будет классический традиционный школа актива уже 17 раз в год. И вы знаете, когда-то я помню, что молодой директор, который зарабатывал 1000 долларов, это было, о боже, это сам директор молодой, ему 20 лет, а он столько зарабатывает. Друзья мои, я так рада и счастлива, благодаря вашим историям успеха, благодаря вашему бурному росту, сейчас не только директора, сейчас бриллианты и выше, это норма для молодежного движения в Reflame. Так что, ребята, давайте расти вместе, обмениваться опытом, зарабатывать. И мне очень понравилась фраза Надежды Санниковой «Вы двигатель сердца и вдохновение нашего бизнеса». Очень правильные слова. И что, чтобы за нами следить, что мы делаем, да, пожалуйста, подписывайтесь на наши инстаграмы, вы видите их на слайде. Марго Полежаева. И Ольга Рингвист. То есть, будет чуть странно, у меня еще не поменялась фамилия после свадьбы, но вот она будет такая, еще сложнее. Вот, так что подписывайтесь, следите за нами, что мы делаем в нашей личной жизни, да, и в бизнесе. И предлагайте какие-то новые идеи, мы будем их реализовывать, да? Обязательно. Итак, напоследок хотим сказать спасибо большое за ваши просмотры, да. Это видео будет записано, выложено на наш официальный канал Reflame на YouTube. Вот, и сейчас мы хотим запустить видео, пожалуйста, техник, запускайте видео со школы актива в ноябре. Посмотрим, как это было. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА